Разрывается снаряд, бедного этого мужчину убила, а меня отбросила волну, это самое взрывное, в дверь, почему-то дверь вылетела. Потом уже не собрались, там народ находился, юбочка черненькая, вся белая, рука оторвана, кофточки. Она сильно испугалась, бежала, не оглядываясь, до самого дома. Тогда, в далеком 41-м, 13-летняя идея чудом осталась жива. Сейчас ей 91 год, а картины прошлого, блокада, ужасы, войны живы до сих пор. Народ идет по улицам, противогазы через плечо, первые этажи, где стеклянные витрины, там все с магазинов, все закрыто, заложено мешками с песком. Таким идея увидела Ленинград, вернувшись с отдыха, а дальше блокада, голод, продукты по талонам, бомбежки, бомбоубежища, смерти людей и вечный страх за свою жизнь. Все это легло на плечи девочки-подростка. Бывали дни, когда авиационные налеты на город доходили до 10-12 в сутки. Вот выходишь в магазин за хлебом и не успеваешь улицу перебежать к магазину, через две минуты воздушная тревога. Но постоянно прятаться стало невыносимо. Обстрелы решили пережить в квартире, положась на судьбу. Но и там не обошли тяготы блокады. Трубопровод разбомбили, ни света, ни тепла, воду брали из Невы. Разбила трубопровод, вода прям по мостовой, по улице, туда по уклону вниз к Витебскому вокзалу. Текла как река, ручей с такими берегами. Все приезжали, приходили туда, кто на саночках, кто в руках, с ковшом, с ведром. Все эти испытания закалили характер идеи Федоровны. Ей пришлось быстро повзрослеть. Я занималась с ноженочными вопросами. Утром вставала, шла в ближайшие магазины. Там 4-5 магазинов. Запишешься, какой номер был. Очередь уже была, но не очень большая. Магазин открывается, у меня талоны на крупу, а крупы здесь нет. Я иду в другой магазин. Уже тогда маленькая идея точно знала. Отоварить нужно все продовольственные карточки, ведь дома ждут 6-летняя сестра и мать. Без еды им не выжить. Выдавали по 150-200 граммов продуктов. Никаких изысков, только крупы, хлеб, мука, сухие овощи. По словам идеи Федоровны, выжить помогло их правильное распределение. Я благодарна Антонии Петровне, тете Тони, папиной жене, второй жене, что у нас все было. Утром чай попили и какая-то размазня там такая. Ну, жиденькая, из муки или из крупы. Так семья идеи Федоровны прошла всю войну, кроме младшего брата. Он погиб в 16 лет под минометным обстрелом. За время блокады маленькая идея привыкла к труду и помогала вдовам, и разносила почту, и работала в колхозе. Сажали картошку, потом сходы, когда появились, пололи, в основном пололи. Ну, а к осени, конечно, уборка картофеля, все это вручную. И так всю блокаду, сейчас вся грудь в орденах и медалях за оборону Ленинграда. Тяготы блокады ее не сломили. После войны поступила на кораблестроительный, стала инженером. Много путешествовала по стране, побывала и пионер-вожатой. Вела активную общественную жизнь. И сегодня, перелистывая уже пожелтевшие снимки, вспоминает былое прошлое. Это выпускной класс наш, 10-й. 10-й класс. Вот я здесь. А вот, смотрите, самая красивая. В больших веземах Идею Федоровну знают от мала до велика. Живет здесь уже 56 лет. Помощь людям ее главная миссия. При содействии Идеи Федоровны построен детский сад. Блокадники и ветераны обращаются к ней до сих пор. 20 лет была председателем Совета ветеранов поселка. За плечами и депутатская работа. Сильная женщина со сложной судьбой преодолела все. Но осталась трогательной и душевной. Честной и неравнодушной. Которая по-настоящему знает цену жизни. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.